В дар свезёшь их сладостной сестре нашей, Елисавете Аглицкой. Да на этих образинах ей изъяснишь, как кораблям её Аглицким море Балтийское, Абойдя, Белым морем до нас плытью. Торговля следует за флагом. Джеймс Джойс. Цитата из романа Улисс. Аве, вы на канале Soul, а значит мы погружаемся с вами в мир устройства игры Рим Дотовар 2. Это второй ролик из цикла роликов, посвящённым устройству экономики данной игры. Ежели вы не видели предыдущий ролик, я настоятельно рекомендую вам прежде знакомиться с ним. Там были разобраны важные механики, связанные с устройством, силой, расположением и качеством ресурсов на карте компании. Итак, в данном ролике мы разберём, что такое торговля, как заключать торговые договора, как правильно вести экспансию, соответственно, с расположением торговых ресурсов. Для этого наиболее наглядно подойдёт фракция Рим. Давайте на её примере мы разберём. Дом Юлиев, легенда, и мы в принципе можем приступать. Однако прежде оговорим все важные аспекты, связанные с торговлей, на примере карты ресурсов. Итак, в нашем разборе важны ресурсы, которые являются одновременно и торговыми ресурсами. Торговые ресурсы – это те ресурсы, которые влияют на непосредственно доход от заключения торговых договоров. Чем больше таких ресурсов, тем выше прибыль за ход с каждого отдельно взятого торгового договора. Все ресурсы на данной карте такого типа я обозначил зелёной точкой. То есть справа в списке они все помечены ею. Рим расположен, как это ни странно, на Апенийском полуострове. И его расположение столь удачно в игре, что все ресурсы, ближайшие к нему, являются ещё и торговыми. А именно это важно на старте кампании. Именно торговые ресурсы определяют начальную стадию и скорость развития той или иной фракции. Отметим их. Оливки, вино, стекло, мрамор, железо, кожи, свинец – всё это торговые ресурсы. Все из них. Какой же, однако, счастливый Рим с его расположением в этой игре. Итак, Рим начинает иметь только один ресурс – оливки. Однако, в очень скором времени вы приобретаете и вино, и стекло. Наиболее выгодно отправиться именно за ними. Они ближайшие к вам. Затем, стоит обратить внимание на мрамор и железо. Они также будут по ходу движения ваших армий. Таким образом, мы создадим первую экономическую зону, которая географически целостна и наиболее доступна на старте для фракции Рим. Она заключит в себе 5 ресурсов, а торговые договоры начинают быть вполне выгодными, уже начиная с количества трёх ресурсов. Таким образом, это более чем достаточно. Можем отметить и потенциально следующие зоны для развития Рима. На севере – это германская, условно, зона для развития, и балканская, то есть греческих полисов. Это следующие зоны для экспансии Рима. Их можем подписать цифрами. 1, первая зона, вторая зона и третья. После заключения зоны 1 стоит и вполне возможно ввести экспансию одновременно на обе зоны. Зона на севере и зона на балканах. Рим – сильная фракция и может себе это позволить. Итак, как только мы обретём первую зону и достаточное количество ресурсов для заключения и ведения хорошей торговли, нам необходимо разведать и открыть дипломатические окна со всеми фракциями, которые имеют морской доступ. Тоже такое фракции с морским доступом. Давайте разберём на примере бактрии. Бактрия как раз фракция, которая не является фракцией с морским доступом. Бактрия начинает здесь. Цвет синий, хочу взять. Для обозначения этих. Хорошо. Синий. Бактрия начинает здесь. Она, как понятно и очевидно из расположения, не имеет никакого морского порта. А значит торговать она может только со своими непосредственными сухопутными соседями. Резненно важно для бактрии как можно быстрее выйти в Персидский залив и в Средиземное море. Также это может быть выход и через понт. Настаёт вопрос, что же будет, если, например, бактрия проигнорирует или заключит союзы со всеми фракциями на пути к Персидскому заливу и просто займёт город и область вот здесь. То есть она, допустим, имеет область только в Бактрии и только непосредственно в Месопотамии с выходом в море. И всю вот эту зону предыдущую она не имеет. Ответ прост. В таком случае она торговать не сможет. Потому что торговый договор непосредственно заключается между вашей столицей и между фракцией, с которой идёт договор. То есть, если вы попытаетесь заключить торговый договор Бактрии при наличии этих двух провинций, например, с Египтом через Красное море, Аравийское море и Персидский залив, у вас ничего не получится, поскольку вы разделены вот всеми вот этими фракциями между вами. Однако, если же вы захватите все фракции между вами и этой областью с морским портом, вам откроется доступ к торговле и с Египтом через эти моря. Моря, соответственно, не являются препятствием для торговли, а, напротив, являются способом торговать со всеми фракциями, которые имеют выход столицей к морю. Все сухопутные фракции должны проложить путь к морю через остальные провинции, лежащие к ней. Запоминаем это, это важный момент, например, он касается и Спарту. Спарта не может торговать ни с кем, кроме Афин, именно потому что Афины преграждают им путь, торговый порт у них занят для моря. Поэтому для Спарты, в свою очередь, жизненно важно победить Афины, занять столицу Афины. И открыть себе торговый путь. Соответственно, торговый путь для Спарты будет идти из Спарты в Афины, а из Афин в море. Для Бактрии, из Бактрии в Месопотамию, а из Месопотамии в море. Из Бактрии в Антилохию, а из Антилохии Средиземное море. Все провинции на пути к ним должны быть захвачены. Если, например, по каким-то причинам восстание или внешняя агрессия, одна из провинций будет захвачена, то, соответственно, торговый договор будет прерван. И прежде чем возобновить торговые договора с Средиземным морем, вам нужно будет вернуть эту столицу, которая связывала дорожный путь, то эту провинцию, которая связала дорожный путь до вашей столицы. Есть и такие моменты, как, например, с провинцией Дакия. Дело в том, что между Гетами и Траксией, то есть Фракией, по сути, притечет река. Ее можно пересечь, но, тем не менее, она является на карте кампании таким препятствием, которое не позволяет заключать договора. То есть, если вы, будучи Гетами, захватываете Фракию, здесь город есть, который как раз идет в море, вы по-прежнему не сможете торговать, хоть казалось бы, вы можете отсюда выйти с сухопутно сюда и сюда. Река данная, она не дает вам торговать, вам нужно будет пробивать путь торговый, либо через Север и Одессас, захватывая еще одну провинцию между вами, либо через Сингидун. Вот этот город здесь расположенный через Свинец, и только затем уже через провинцию в Фракии. Таким образом, ваш дорожный путь будет идти отсюда, вот так отмечено сюда, сюда, сюда и только затем в столицу, расположенную здесь. Есть хитрости, когда вы можете, например, утратить свою провинцию, таким образом автоматически определится новая провинция, которая будет являться новой столицей. Например, вы отдадите восставшим начальную провинцию, которая есть у гетов, имея на руках, например, ту же самую провинцию, допустим, Фракию. Давайте обозначим ее красным. Вы имеете Фракию, вы сдали восставшим или врагам провинцию у гетов. Столица перенеслась сюда, и вы сможете торговать через море. То есть, есть и такая хитрость. Так можно делать для многих сухопутных фракций, чтобы не утруждать себя. Однако, это очень требует много опыта, чтобы правильно это сорганизовать, и это было действительно выгодно вам по количеству ходов, темпу и многим другим параметрам. Так, мы рассмотрели исключения и нюансы, связанные с фракциями, не имеющими начальный морской доступ. Однако, для Рима это не проблема. Хоть Рим и не имеет непосредственно морского порта, сама столица Рим, она имеет соседние города, которые крайне близко к ней расположены и берутся буквально на первом-втором ходе всей морские пути. Таким образом, проблем с торговлей для Рима не бывает в этом плане. Итак, мы приобрели, допустим, 5 ресурсов, нам нужно заключать торговые договора. Для того, чтобы заключить торговые договора, нам нужно разведать эти фракции. Так же мы их разведуем. Изначально Рим имеет соглядата, то есть агента. Наиболее выгодно этого агента применить в отправке его на север. Просто напрямую на север к территории современной Германии. Это примерно займет 6 ходов. На 6 ход он прибудет в Сфебию, откроет дипломатическое окно с данной фракцией и вы сможете с ней заключить торговый договор. Есть такой нюанс, хитрость и очень сильный момент. Как только вы заключите с ней торговый договор, обозначим синий путь морской от этого договора, вам откроется морской путь вдоль всего побережья современной Германии, Франции, Великобритании, Испании и Португалии. Вот так он будет проходить. Войдет в Геркулесовые столпы мимо Сиракуз и до вашего порта на Апеннинском пловострове. Все фракции, расположенные вдоль этого торгового пути, откроются вам единомоментно. В чем же причина? Причина в том, что торговый договор имеет зону вижена, то есть зону осмотра. Он подсвечивает небольшую зону визуально. И все фракции, подсвеченные этой зоной, откроются вам для дипломатии, а следовательно и для торговли. Тот же самый момент нужно будет провести и на Востоке. Однако здесь больше разделенных фракций и разбитых. И здесь скорее нужно будет индивидуально оплывать все корабликом. Уже не агентом, а именно корабликом будет наиболее быстро. То есть вам нужно будет проплыть вдоль Балканского полуострова, в Игейское море, открыть Кнос, Радос, Сарды, затем Селивкиды, Кипр, Египет, Киренайка, Ливия. И второй момент – это Черное море отправится сюда, через Византий. Фракийские два государства здесь расположены. Босфор, Кемерам, Кемерийцам. Здесь фракция будет Скифов. И здесь будет фракция Трапезунд и Калхида. А также Понт. Еще, то есть три фракции. Эти все фракции вам предстоит оплыть кораблем, чтобы с ними заключить договоры. Есть еще один нюанс. Дело в том, что не все фракции при заключении Северного договора откроются единомоментно. Некоторые из них крайне близки к подсвеченному проходу торговому, однако остаются визуально недоступны. Поэтому стоит отправить все равно корабль так же и на запад. Такие же фракции будут не подсвечены. Фракция в Мавритании. Китулы останутся незамечены, поэтому вам нужно будет их отдельно оплывать своим кораблем-разведчиком. Фракция варваров, кажется, Бурдиганды, вот здесь, рядом с современным Провансом, обозначимых оранжевым. В Великобритании одна фракция, здесь вторая фракция, то есть современные Уэльсы, и современная Ирландия третья. Здесь будет еще три фракции. Итого, на западе вам предстоит открыть еще пять фракций. Это важно сделать, так как это солидная прибавка к доходам. Что же касается фракции в Средиземном море, для Рима это не так актуально, поскольку он близко расположен к ним, и он вскоре их в любом случае разведает. Но для других фракций это по-прежнему актуально. Стоит заплыть и в Прованс, для Массисилии, и сюда, для, кажется, Генуя современная. Вот здесь еще варвары. Это два Косинанты, три. И, да, да, три фракции вот здесь. Также и в Адриатическом море. То есть это будет Даорсы, это будут Ордеи, и это будет Эпир. Еще три фракции. То есть вот эти моменты, три фракции в Адриатическом море и три фракции в Средиземном, рядом с Провансом, актуальны будут для фракций, таких как Египет или Селивкиды, то есть фракции расположенных на Востоке. Им нужно будет их оплывать отдельно. Рим же изначально видит почти все из них. Также не очень удобно будет заплывать на фракции. На Черном море тоже довольно далеко, поэтому пометим их оранжевым цветом. Это же касается и Ливии. То есть их нужно будет еще обогнуть. Остается у нас Красное море, Аравийское море и Персидский залив. Обратимся же сюда. Здесь тоже немало фракций, готовые заключить с вами договор. Если, например, за Рим вы завоевали Египет, у вас открылся порт вот здесь, рядом с Нилом, и вы отправили корабль по этим морям, то есть вдоль вдоль Аравийского полуострова. Вам откроется здесь фракция, еще одна здесь и здесь, затем и в Персидском заливе, Месопотамии, Амидия и Дорохосия, кажется, так и называлось. В общем, порядка 7-8 фракций для торговли потенциально. Это что касается моря морей на востоке. Итак, морские основные пути мы разобрали. Эти морские пути актуальны абсолютно для всех фракций, поскольку торговля на протяжении порядка 30-40 доходов обычно является для всех фракций основным бустером экономики. Зачастую ее доход на протяжении всех этих ходов превышает доход от внутренних сборов налогов. То есть он превалирует над внутренним доходом. Поэтому именно торговля определяет для любой фракции ее силу, ее темп развития и потенциальную победу над... С кем бы вы ни играли, с ИИ или один на один. Итак, мы разобрали экономическую зону, наиболее выгодную для экспансии Рима. Мы разобрали торговые пути, необходимые нам открыть и разведать. Теперь же приступим непосредственно к выполнению поставленных задач. Добро мне отдадут! Силой отберем! Силой? Откуда силу такую взять? Итак, пришло время выполнить. Все мною описанное выше на практике. Рим. Дом Юлиев. Легенда. Я буду выполнять минимальный набор действий, достаточный для занятия ресурсов. Если вам будет интересно отдельно ознакомиться с идеальными, потенциально идеальными стартами за Рим, обязательно дайте об этом мне знать в комментариях. Сейчас для сохранения времени и для наиболее скорого выполнения гайда я буду просто, просто захватывать поселение с ресурсами. Те, что мы обозначили на нашем плане. Двигаем наши армии по направлению к ресурсам. Распустим две лодочки, чтобы доход был выше и они не занимали содержание. Массилия уже открыта, Лигурия тоже. Отправляем сюда. Помните, да? Я рассказал вам о фракции, обозначенной желтыми точками. То есть труднодоступной для разведки. Это и Генуя, Лигурия, и Массасилия. Масс... Массилия. Извините. Также остаются еще Кассинанты. Они находятся здесь. Рим близко расположен к этим фракциям, поэтому изначально увидят их. Повторение для закрепления. Возьмем, наймем еще одну лодочку здесь. Как раз, чтобы разведывать моря на таинственном востоке. Прокинем технологию, неважно какую, для данного гайда. Да, возьмем поселение. Это поселение свином. Кстати, уже мы можем кое-что, момент кое-какой продемонстрировать. Помимо всего прочего. А именно это окно дипломатии. Непосредственная важность разбора данного гайда еще и на практике, это потому что на карте ресурсов я не могу показать вам все тонкости, связанные с заключением договора. Например, есть фракция Массилия. Что будет, если я предложу торговый договор ей на данном этапе? Степень договора умеренная. Хорошо. При этом обратим внимание на эту панель. В левом нижнем углу здесь отмечены какие ресурсы для торговли у вас уже умеются. Сейчас у меня только оливка. Если я требую 300 монет, уже низкая степень вероятности успеха. Хотя бы 300. Соответственно, есть вероятность, что договор заключится прямо сейчас, но смысла на таких условиях заключать его не имеется. Дальше вы узнаете, понимаете, почему. Итак, приобретаем венок. Это уже будет второй ресурс для торговли. Так. Снова откроем Массилию. Торговля. Умеренная. Предлагаем, точнее, требуем 300 монет. Обратите внимание, что в этот раз, хоть я и требую 300 монет, все те же, уже вероятность успеха по-прежнему умеренная. В прошлый же раз она была низкая. Это говорит нам о том, что приобретя 2 ресурса, вероятность на успех заключения договора уже выросла. По такой логике, приобретя 3 ресурса, вероятность на успех, запросив даже 300 монет, станет уже высокая. Таким образом, чем больше ресурсов я буду иметь на руках для предложения на экспорт для новой фракции Интересанта, тем больше денег я могу потребовать с него. Таким образом, непосредственно важно и выгодно иметь огромное число ресурсов на руках, чтобы фракция Интересант, с кем вы заключаете договор, выплатила вам тем большую сумму. Больше ресурсов, больше сумма за договор. Все просто. Двигаемся дальше. Отправили агента на север, отправили кораблик на запад, еще один наняли для хода на восток. Осталось нанять войска. И, в принципе, можно будет пропускать ход. Ключу-ка здесь налоги, а здесь, наоборот, сделаем максимальный. Так будет выгодно и больше прибыли. Второй ход. Развиваем нашу экспансию. Итак, допустим, армия сюда. Ей же потребуется подкрепление с основной армией. Агент двигается на север. Занимаем поселение. И вот в наших руках уже вся Италия. Мы можем сдать Эдикт. Для начала общественный порядок и еда будет наиболее выгодным Эдиктом. Продолжаем разведку на запад. Подсветим Кассинантов. Вот уже Касситанты. Касситанты, Касситанты. Кто их разберет? Все они одинаковые. Так. И, наконец, появились очки хода для флота, идущего на... на восток. Здесь есть вопрос, отправиться ли сразу к Селевкидам напрямую на восток, или сначала зайти в Ливию, к Киренайку. Потенциально все-таки, наверное, для темпа, перспективного темпа, лучше зайти сюда, потратить два хода, и затем через Египет выходить к берегам Селевкидов, и затем уже в Понт. Хотя, чисто по количеству открытых фракций на число хода выгоднее будет двигаться сразу сюда, к Селевкидам, так как на югах всего две фракции для открытия, а здесь их будет порядка четырех-пяти. Это и Родос, и Сарды, и Кипр, и сами Селевкиды. Но для темпа непосредственно на перспективу лучше отправиться сначала на юг. Так мы и поступим в данном варианте. Будем брать Потавий. Давайте я же сразу же подведем армии для нападения, я думаю, они должны напасть будут, дойти вполне. Ладно, сейчас не будем эти тонкости рассчитывать по очкам хода. Постараемся просто их сохранить. Заменим этого парня на Кондова. Он и дальше ходит, поэтому да, он как раз дает это Потавия, и сохранит очки хода для другого парня. По идее так. Можем сделать еще вот так. Наймем, передадим, атаковываем. Так, все так же двигаемся сюда. хорошо. Хорошо. Так, не тянем, не тянем. Вот уже третий ход наших приключений. Продолжаем разведку. Разведку. За труднодоступными землями. Края далекие, края, края далекие, края неизвестные, края интересные. И агент наш идет также на севера Германии. Хотел сказать про Брюгге что-то. На языке вертится. Но Брюгге не совсем там. Если не ошибаюсь, это где-то в Голландии. И Бельгии. Итак, нужно брать Потавий. Бешевой не дойдет. Этот фоинь тоже не дойдет. Три парня здесь для свота есть. три надо оставить. Три сюда. Три сюда. Передадим ему тройку. Конем проатакуем. Уйдем подкрепление. Ммм. Чуть-чуть не дошел. Ладно, сделаем тогда вот так. Есть ли наемники? Чтобы решительные победы получить при авторасчете. Вот, есть решительные. Заняли. Подключаем здесь налоги сразу, чтобы порядок максимально сохранялся. И построим храм. Перестраиваем здание, чтобы была возможность улучшать его уровни. Уровни ресурса непосредственно влияют на доход. Обратим внимание на описание. Цена ремонта, цена, цена, стоимость, так, 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 стекло 40. Этот параметр в самом низу, который написан стекло 40, это количество возъемого ресурса на экспорт. Чем больше стекла, а оно повышается каждый раз на 40 с уровнем, то есть 80, 120 и 160. Чем больше вы получаете доход непосредственно за договор перед посредством торговли стеклом. То есть выгодно отстраивать ресурсы, особенно стекло, оно наиболее сильный торговый ресурс. Так, переходим к нашим баранам. Наши бараны дальше нанимают войска. Здесь просто высадимся. Как-то так. Не слишком заморачиваемся. еще один момент. Давайте проверим Массилию вновь. Мы приобрели стекло, на этой панели вы видите, у нас уже три ресурса, и как же на это реагируют жадные греки. Ого! Ого! Уже просто за сам договор факт. Шанс вероятности успеха высокий. А значит мы можем уже требовать суммы солидные с ним. Порядка тысячи монет будет уже уже вполне возможно получить с грека. не все фракции платят вам одинаково за одни и те же ресурсы. Количество выплаты зависит от стартовых отношений с данной фракцией, а также от того, какой тип фракции является ваш интересант и потенциальный партнер. Например, греки, то есть цивилизованные фракции, греки или фракции Востока, они, как правило, наиболее расположены заключению договоров. Также и фракции из южных намадов так называемых. То есть мы все по-прежнему называем их афроамериканцами. То есть это гетулы всевозможные, набатеи и так далее. То есть все вот эти фракции они тоже тоже очень стремятся с вами торговать. Варвары не так хотят торговать, однако как только вы пересечете черту значения допустим 3-4 ресурса, большинство из них тоже будет благосклонны заключить с вами торговый договор. Пока не будем заключать, сделаем это позже. Главное что я показал вам и вы проследили динамику изменения отношений посредством появления новых ресурсов. Стало 3 и уже вот я могу потребовать тысячу. Был один едва ли он бы согласился заключить даже просто договор. Вот такие пироги. Продолжаем разведочку открыли уже и Кнос остров древних цивилизаций Кносских богатые на историю. Идем все те же в Германии и Баварии за пивой кружкой и веселыми веселыми германками в лаврах ами теперь наш следующий пункт это ядер в принципе возможно заплатить на этом ходу его вполне в наличии наемников вручную это довольно просто будет сделать но для сохранения времени не буду этим заниматься просто подожду основной армии оставляю эту армию в зоне провинции чтобы шел хоть небольшой реген на армии остальные и плывем данным стеком сюда вот так кстати здесь можно вполне одного избавиться просто нанять новой армии в идеале бы я бы уже заключал некоторые договоры в темп чтобы отстраивать быстро эти здания заключив договора уже на трех ресурсов я получил некоторые суммы достаточные для того чтобы отстраивать вино оливки и стекло но сейчас мы не будем этим заморачиваться это займет некоторое время в окне дипломатии и так ведем разведку опять же мы пройдем геркулесовые столпы то есть выход в атлантику и откроем новый крыльфрагент но здесь остаются гетулы то есть все те же фракции афроамериканские поэтому заедем сюда и откроем их тоже видите подсветились гетулы теперь появилось с ними окно дипломатии это все те же фракции которые я обозначил на карте ресурсов желтым труднодоступные для торговли но важные для дохода вашего в целом еще одна из таких фракций это ливия открыли ее можем возвращаться снова для более известных стран как египет селивки да и так далее так агенцию также двигатель на севера он уже близок к пункту назначения дойдем всего одним ходом больше остается до его цели открытие северноморского пути ну давайте протокуем через заказ него занимаем ядер получаем мрамор я брамор и ядер вот он путь к успеху римскому эх заколосился рим приюле расцвел колоннами белоснежными заколосился включаем налоги опять же для сохранения порядка удаляем здания для строя для отстраивания храма перестроим и готовим экспансию на сегистику здесь допустим положим просто везем найм не принципиальный момент доход у нас уже поджимать начал это не беда четырех ресурсах давайте заключим какой-нибудь договор чтобы выровнять наше состояние экономическое ливия отношения с ними хоть и красные минус 23 однако это фракция относится к типу цивилизованных потому она требует ваши ресурсы она жаждет овладеть сладостными сладостными оливками не очень вином давайте потребуем в районе двух поторы тысячи копейки высчитывать не будем примерно хотя копейки вычит тоже их можно я могу показать несколько способов как это сделать как вычитать копейки сдав нужна небольшая сумма здесь стартовая например отменяем один отряд для найма вот 400 подойдет как раз для этого чтобы регулировать эту сумму вы можете например начиная строительство зданий в ваших провинциях и найм войск таким образом вы сделаете минимальную сумму потом вы их отмените и нужны здания для строительства по 400 монет также я отрегулирую сумму дело в том что время невозможно прописывать к сожалению суммы здесь вручную таким образом их приходится идти на хитрость сначала вы предлагаете некую сумму сумма рассчитывается от начальной вашей ставки в вашу казну сейчас у меня 493 казна поэтому каждое значение бы прибавляться всего лишь по 100 монет если моя казна была допустим больше допустим там 5000 каждый бы скачок шоу прибавки сумма в 500 монет то есть был большой шаг так как у меня сейчас казна маленькая всего 493 ушак у каждого значения быть маленький это 100 монет эти 100 монет например я сделаю 400 монет и теперь я эти 400 монет приложу из окна предложить выплату в окно запросить выплату сюда она остается также а мы помним что он отказался торговать с нами на значение 2000 по проговор хорошо не беда предложим ему 1900 мы не скупые жизнь такая кажут римляне и предложить его на 100 монет разницу 1900 дети он согласился таким образом если бы я заключал договор с большим шагом разница у меня был бы вариант заключить на двух тысячах или на 1500 2000 отказался я был бы вынужден заключить на на полторы тысячи суммы выплаты с него но при помощи этой хитрости я сделал так что разница была минимальной всего 100 монет и я затребовал договора 1900 и сэкономим 400 монет это вот такая такой момент хитрость в общем казну мы вывели в позитивное значение вновь и и поэтому двигаемся дальше обратите внимание сколь велик доход уже причины при четырех ресурсах наличия 323 монеты за торговый договор кстати сумма его зависит еще и от масштаба вашего торгового партнера например ливия имеет три поселения и потому договор с ней довольно велик плане суммы а вот сиракуза имеет всего одно поселение и договор с ними 219 то есть примерно пять процентов меньше например договор с иливкидами тоже будет крайне выгоден по значению ставки а как у них наличие много поселений это тоже влияет на доход получаемый с торгового партнера и так пропускаем ход и так чтобы закрыть экономическую зону номер один нам остается занять сегистику то есть приобрести металл что же приступим возьмем наемников как правило самый выгодный наемники это наемники типа мечи они наиболее как и на поле битвы универсальные так и в авторасчете поэтому скупил имена их вас она пока и атакуем разнесли впрах ну что же еще ожидать от римлян уже сделаем храм позднее отпустим наемников что заказано процветала не кушалась избыточное имеет итак мы закрыли первую зону доход из 54 на момент ведем разведку далекие края египетские и на севера как раз остался один ход и мы можем открыть северные фракции и вот земли рубиев так мы имеем 5 ресурсов наш агент закончу путешествие на север он открыл уже северян аж на 3 как видите все фракции вдоль побережья пока для нас недоступны что ж обозарим с другими я табелка только мне с твоим рукам ничего не платит пока что потому давай-ка за мою римскую щедрости нам хотя бы 500 подкинешь опять же я мог бы до буквально до монеты рассчитать все это при помощи той хитрости который вам показал но это не стоит сейчас просто просто заключаем договоры видите один договор открыл нам буквально все фракции на побережье не видны только были баги тулы которых я уже разведал корабликом и по-прежнему не видно вот эта фракция на бурдегал кажется они называются и еще вот три фракции здесь раз те фракции которые я обозначал желтым помните давайте прокинем хотя бы северные все договора что вы вы мы обозначили общий доход примерный великий князь московской иван васильевич шоу за благо договор торговой заключить и так возвращаемся на карту компании сейчас мы видим здесь как раз написано на дорожке какой доход совокупной не более удобно его именно здесь проверять просто наводить на дорогу который лет в столице напрямую от моря торговые и здесь на напряжены общий доход сейчас мы почти 4000 4000 золотых монет идет к вам люсты по итогу учетом содержание расходов то есть уже солидная прибавка кроме того за сами заключения я получил порядка 25000 монет как только я отстроил вот эти ресурсы до второго уровня затем до третьего доход еще резко вырастет опять же торговый будет примерно плюс две тысячи к еще к четырем то будет 6 где-то уже за самую стройку но кроме этого я открою еще намного больше торговых партнеров посредством этих корабликов перспективе и доход вылезет еще чисто и экстенсивно за счет большего числа партнеров давайте обратим внимание на какие аспекты будут влиять на значение торгового дохода помимо помимо уровня ресурсов и количество партнеров и так уровень ресурса первостепенен количество партнеров но есть еще и такие здания как как например отстраиваемые из форма то есть в желтой ветке зданий это называется дом виноторговца доме торговца уже на первом уровне прибавляет прибыль от торговых соглашений при 6 процентов то есть на четвертом уровне каждое здание будет прибавлять 18 процентов на торговое соглашение то есть допустим у вас доход на торговых путях совокупные 10000 это здание прибавит вам еще 1800 каждое такое здание допустим у вас такие здания построено 10 то есть это плюс 180 процентов совокупно то есть 10000 начальная ставка сверху 180 процентов прибавки того 28 тысяч дохода то есть если застакать данные здания это получается очень очень жесткий жесткая прибавка к торговому доходу помимо этого есть все те же разобранные предыдущем ролике янтари например у германцев 3 янтаря там тоже порядка 24 процентов можно совокупно сделать и специи там можно где-то 16 процентов прибавить с них помимо этого есть еще некоторые небольшие прибавки таких вещей зависимости от особенностей полководцев спутников и так далее но там как правило они незначительные поэтому их описанием можно пренебречь в целом с установников есть тоже всякие прокачки но опять же самым выгодным будет влиянием именно развитие вот этих зданий они есть не у всех фракций это как правило цивилизованные фракции таким обладают моментом так что ими ими вам и следует пользоваться играя за цивилизованных за цивилизованной фракции итак для завершения курса по торговле мы рассмотрим ситуацию с бактрии бактрия сухопутная держава и изначально не имея даже близко к выхода к морям на данной компании у меня всего одно поселение имеется которое соединяет мою восточную часть западной обратите внимание что торговый путь проходит именно через этот город сухопутный он обозначен караванами на карте вот он идет проходит через это поселение случае потери за дракар ты торговля со всеми державами находящимися на данный момент восточнее точнее точнее западнее за дракар ты прекратиться то есть все же среди земноморья останется без товаров из бактрии без шелков и вин если бы у меня был и котом пил в наличии торговлю бы не прекратилась а торговый путь просто перенесся на рагу где там пил в сузе таким образом этот пункт был и подстраховочным второй момент это дипломатия время не было ситуации предыдущем примере с римом когда бы его продемонстрировать все тонкости с дипломатии и торговли дело в том что все договора в игре имеют срок истечения 10 10 ходов таким образом по истечению этого договора вы можете бесполезненно для своего дипломатического статуса снова прерывать договор например я имею договор с арией торговый прекратить торговлю если сейчас я прекращаю торговлю с арией тонн и меня накладывается штраф так как ходы за договор еще не стекли осталось 6 ходов они написаны вот здесь когда вы нажимаете расторгнуть договор например есть и ордахан прекратить торговлю с доханом как видите ходы уже вышли и на поэтому обозначение с ходами в кавычках больше нету то есть если растрог на договор с этой фракции никакого штрафа на меня наложено не будет таким образом почему я хочу это сделать и почему это выгодно для меня если я перезаключу договор заданной фракции я вновь смогу взымать сумму за факт заключения договора и так расторгую расторг расторгиваем расторгнем торговый договор разорвали и вновь заключаем мы можем потребовать с них порядка четырех тысяч так как у нас много ресурсов итак помимо договора вновь мы получили еще четыре тысячи за срок исключения предыдущего договора при перезаключении в примере с римом вы могли заметить что не со всеми фракциями мне было доступно немедленно заключить торговый договор даже при наличии 5 ресурсов как же такой ситуации ускорить процесс заключения договора с любой фракции при наличии фракции недобитка фракции шестерка например как мидия это возможно сделать данный момент мидия не имеет никаких сил помимо вот этого недобитка даже городов у нее не осталось потому она легкая цель для любой другой фракции следовательно как общий враг она послужит для вас хорошим примером например и цены отношения минус 10 у у них нет никакого врага и потому они очень охотно согласятся приобрести себе от такого особого противника медиа вступить войну было минус 10 стало 3 то есть выросло 13 очков дипломатии значения как раз примере с римом если бы у меня была фракция на карте в тот момент шестерка как вот мидия это недобитая фракция с которой я уже в войне я повторю например а вот северных воров кого-то из них я бы повысил отношения наш совместный статус между ними и таким образом мог бы исключить договора торговые уже тогда как общий уровень дипломатии вырос а он тоже помогает вам заключать или перезаключать договоры важно отметить если вы торгуете с фракцией с которой у вас же красные отношения ну например кто у меня такой есть руги например если я расторгую с ними договора даже по истечении 10 ходов не факт что они захотят со мной торговать вновь проблема в том что вам желательно поддерживать этот статус в значении желтым и зеленым чтобы если вы перезагрузите договор то штраф не перекрывала издержки по поводу по по моменту заключения нового договора штраф был наложен но допустим вы за зеленого пришли в желтый по-прежнему это не критично и и договор будет и такого вновь заключен и деньги вами получим помните что канар развивается благодаря вашей поддержке лайку и подписке мы делаем его вместе и если еще не знаете играть в рим лучше пишите соу пока да напомни ей что царь иван на москве один купец всю торговлю в одних своих руках держит кому хочет привилей даст кого не захочет государство свое не впустит кого полюбит пути на восток откроет